приветище как ты уже понял мы в аркистане это таможня и сегодня у нас полезака контрабака последний пятый день и не простой день а экзаменационный если я этот день провалю очень много пропущу контрабандистов или что-то не досмотрю то меня нафиг попинают отсюда с этой работой и больше никогда не возьмут таможником а если все будет хорошо то я буду работать на таможни да что ж моя первая машинка запускаем ее заезжайте мистер на буханочки на замечательном уазике он потрепанный правда ну что ж откуда ты вообще едешь что-нибудь везешь у него просто битком все здравствуйте так ну давайте ваши документы пожалуйста спасибо вначале мы проведем осмотр машины значит у него нет зеркала фары на месте нет номера сразу буду это все отмечать чтобы потом ничего не пропустить разбиты фары нет зеркала нет бампера что еще у нас колеса все на месте сзади номер есть фары сзади разбито 1 разбита фара ну вроде все хорошо чем у него по документам давай посмотрим что он там провозит удобрение бочка машинного масла лекарства в ящиках газовая плита унитаз ну давай вытаскивай соответственно где мой планшетик и все это выгружаем выгрузка вот у нас масло унитаз электроплита все здесь все выгрузили вроде бы теперь я прошу выйти вас из машины потому что мне нужно взвесить саму машину сколько она весит это убираем сейчас еще вот тут загляну вроде ничего тут тоже ничего хорошечно так значит взвешиваем машину а подожди по документам у тебя как тачка называется azar 5 вот мы сейчас это и проверим azar 5 похоже максимальный вес 3 200 так она есть вес без нагрузки 2000 если весы сейчас покажет больше 2000 соответственно он провозит где-то контрабанду взвешиваем 2000 ровно отлично все хорошо проверяем по документам сверка фото похож тоже рубашечки отлично айно эрдьев айно эрдьев айно эрдьев причина въезда торговли 1 сентября 81 года прокатывает пока что все пойдем теперь отметим по продукции которому будет удобрение 4 мешка 5 до электроплита 1 электроплита 2 ты это тоже удобрение унитаз а это что за коробки непонятно и масло слоев значит удобрение 11 штук бочка машина масла 2 лекарства в ящиках 3 правильно газоплита 3 унитаз 1 удобрение 11 у нас получилось ну-ка до 11 покажите мне вот да все соответствует теперь нам нужно с тобой проверить унитаз все это открыть контрабанды нету ничего не провозит вроде бы плиту тоже открываем четко так так хорошо хорошо вроде бы чистый чувак ничего незаконного не провозит я думаю что это все можно убрать в машину выбирайте пожалуйста конец это так не работает с подожди а кому я же к тебе тогда подходил просил загрузить все в тачку правильно же правильно ладно пойдем к воде подойдем здорово я могу тебя арестовать но зачем вернитесь в машину пожалуйста так он вернулся в машину нет выйдите пожалуйста я чё-то понять не могу а чё не так то товарищ вы собираетесь работать вообще комендант максимов написано что начальник зон досмотра соответственно давайте убирайте вот это вот все что я вытащил халтурщик вы максимов не собирается он ничем не грузить засранец пойдем зайдем к охраннику я не знаю слышишь можешь помочь мне там это перегрузить все в тачку не он на меня смотрит типа вышел с моего помещения так хорошо может быть мне что-то здесь взять нужно бочки какие-то вообще не вижу какой-то глюк произошел меня произвольно записали уже в неудачники не хотят брать на работу мистер президент в чем проблема что за хня происходит здесь а помещение для задержанных дарова росомаха как дела все пучком в ящиках ничего нет заключенных нет а погоди может сейф заглянуть а тут нельзя можете куртку забыл одеть с фуражкой да нет вроде все ок но блин это конечно жестко чё получается его садить надо тогда этого мужика просто это уже второй перезапуск мой я думал что первый раз какие-то глюки были новые и второй раз такая же фигня получается мужик извини но я тебе посажу по-другому я не могу продолжить давай в тюрягу к сожалению к сожалению я арестовал невиновну у него все было в порядке но видишь как выходит давайте чуть-чуть оправдывать это аркистан кого захотел товарищ стал так значит тачку вот эту уберешь о красавчик хоть это может он сделать отлично результаты досмотра просто смотри я арестовал по ошибке невиновного человека вот и все ок минус 50 баксов за это за ущерб нанесения автомобиля мне больше берут я уже в минус работаю значит запускаем следующего следующий заезжай я такое ощущение что сегодня всех арестую нафиг никто отсюда не уедет они обратно не вперед в аркистан корова значит а хорошо привет добрый день товарищ комендиры чё такой веселый выходи от мотор документы спасибо из тачки тоже чё тут не понял куда поехал и как ты посмотри скорее садись полицейскую машину отправляйся в погоню да я бегу 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 нифига себе первый раз со мной такое вот засранец сажусь так подожди закроем двери заводим заводим я включил сирену все погнали лети гол марусь трясись так он уехал по ему направо черт 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 он может скрыться это реальный контрабандист который нарушил таможенный таможенный регламент прохождение таможни соответственно ты видел что произошло это очень ни в какие ворота не лезет так он же по-любому должен врезаться куда-то он так несется бедная корова она в шоке она вообще не виновна вот она влипла корову взяли в заложники и прикрывается и корова я тебя спасу даю слово офицера так где-то мы едем вообще мы в город что ли куда-то собираемся мне походу нужно тарануть его потому что мы по кругу едем щас 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 коровка держись там покрепче зубами чем можешь вообще копытами хвостом я его догоняю и в бочину вот так вот черт давай-ка стопе быстро-быстро с тачки вылазим 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 у меня даже пистолет это нет черт подери давай залазь залазь в тачку залазь не могу в тачку залезть прикинь ты прикинь это как так едем 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 заводим тачку погнали я думал я его сейчас выпихну с водительского вождения но нифига у меня даже пистолета нет ни дубинки ничего значит беглец погиб где как он что врезался ну точно врезал смотри неплохо он рассчитывал сбежать вас повысили сержант разблокирована история потеря радиосвязи круто возвращайтесь на пост но подожди как возвращаться на пост если надо вытащить этого чувака обыскать тело ничего не нашел значит давай высовывайся с тачки высовывайся давай я думаю что мы эту тачку сейчас мы же можем завести ее включить фары а вот завести мы сейчас в лес вот сюда вот заедем вот так вот чтобы она не мешала на дороге корова если ты сможешь что спрыгивает сюда бедная коровка можете отметить апа где вот разгрузить разгрузить не получается ну ладно все поехали тогда обратно тело пускай здесь лежит не страшно надо сирену вырубить выключить сирену фух ну и день 1 экзаменционный блин зато сразу же сержант получил вот она моя таможенька родненькая правда тут шлагбаум сломан да надо бы это все дело починить о телефон звонит так ладно припаркусь тогда здесь я думаю тут тачка не помешает так выходим чё там не хотят сказать бегу я бегу подождите президент что ли звонит двери сейчас закрою чтоб не послушали так возьмите телефон товарищ у нас пропала радиосвязь с оперативной группой разместившийся на лесопилке это подозрительно отправляйтесь туда и выясните что происходит генерал сорокин поможет вам возьмите оружие со стола окей возьмем так телеграмма какая-то приказ точнее давай еще раз посмотрим потери радиосвязи восстановить контакт хорошо наконец-то мне дали оружие так пистолет ёппарасы удачи товарищ берегите себя хорошо с машину машину мою припарковали туда уже может быть и починили охранник охраняя пост видишь нет шлагбаума о а ты чувством это максимов нет ты кто такой даже ты кто это же тот чувак который меня сюда привозил офигеть ну ладно все начинали тем и закончили наверное снова сбой в работе оборудования такое случается каждый месяц заводим тачку поехали но раз случается значит ничего страшного я надеюсь на это оп машинка так а куда нам ехать давай карту посмотрю подожди куда нам ехать где мы едем а все хорошо значит прямо так не врежутся в акубы черт ты жив так ощущение как будто трубак час упал наш ладно вокруг походу поедем потому что дорога вся перекрыта нафиг придется ехать вокруг но все чуть-чуть осталось сейчас посмотрим что тут у нас происходит так 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 надеюсь это положит начало хорошему сотрудничеству они с контрабандистами связались это же надо сержант гаврилов хорошо находит общий язык с контрабандистами давайте выбираться отсюда я должен лично доложить инспектору происшествий может быть капец не успели ничего доложить а где где оружие это моё оружие 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 вот так чё-то он какой-то бессмертный вот тут еще один рядышком фигасе меня пристрелили я убираюсь и товарищ вы нужны акристану черт это все заскриптовано опять было спасибо за игру вот и финал очка контрабанд полис пролог ну собственно вот такой вот финал у пролога надеюсь в полной игре нам дадут выбор все же не умирать от шальной пули а все-таки отстреливаться убивать противника и выживать и получать награду и повышение по службе ну а на этом все спасибо что смотрел не забывай подписаться ставить конечно же лайки под этим видосом если ты хочешь увидеть полную игру контрабанка полизака ну и подписаться если еще не подписан а я с тобой прощаюсь пока увидимся в следующем ролике